Всем привет, это Брайан. И сегодня речь будет идти об одном очень недооцененном упражнении. Это тяга штанги в наклоне. И очень часто к ней относятся к какому-то второсортному упражнению. Если именно так вы относитесь к тяге, то вы теряете очень много килограмм. И много мышц где-то очень далеко. Если вы посмотрите интервью топовых атлетов из пауэрлифтинга, бодибилдинга и строгмена, каждый из них отметит тягу штанги и то, какое важное значение она имеет. Каждый, начиная с Арнольда, Дуэда Коина, Ду Брайана Шоу, говорят о тяге штанги в наклоне. И это ключ. Так что если построение больших мышц ваша цель, тяга штанги построит толстую широкую спину, а также позволит прибавить в руках. Если ты лифтер твой присед, джим и тяга будут лучше прогрессировать. И наконец, если ты стронгмен, нет ничего важнее в твоем спорте, чем мышцы задней цепи и большая толстая широкая спина. И в этом видео я хочу показать, почему вы должны уделять большое внимание тяге штанги. И первое, тяга должна быть тяжелой. Если ты жмешь 140 килограмм и можешь потянуть в наклоне всего 80, это будет проблемой. И это фундамент для твоих травм плеч. Это спорный вопрос, но я убежден, что ты должен тянуть в наклоне столько же, сколько и жмешь. С одинаковым весом, повторами и числом подходов. Это оптимально для здоровья плеч. А также вы исправите дисбаланс в мышцах и заложите хороший фундамент для всех жимовых движений. Если тяга в наклоне растет, все остальное тоже растет. Часто мне задают вопрос, что лучше, тяга в наклоне с пола или тяга в наклоне в висе? Тяга со штангой или с гантелями? Тяга гантелей одной рукой или тяга Т-гриппа? Да, ответ да. Из моего личного опыта и опыта моих учеников, я выяснил, что широчайшие трапеции и ромбоевидные лучше растут при частых тренировках, нежели уничтожать их за одну тренировку. В моем сплите четыре дня. День становой, день жима лежа, день приседа и день жима над головой. Я делаю вариации тяг в наклоне в дни становой, жима и приседа. Каждую тренировку. В день жима над головой, я убежден, что для здоровья плеч, роста мышц и силы в целом, вы должны работать над мышцами-антагонистами, прежде чем над основными жимами. Потому что это существенно поможет вам нужно выполнять эти движения в одной плоскости с одинаковым весом, повторениями и сетами. Например, если ваша задача пожать 140 килограмм 5 по 5, то вы должны тянуть в наклоне 145 по 5, потому что эти упражнения в одной горизонтальной плоскости. Но перед тем, как вы пойдете в комментарии и напишите, что это не имеет смысла, я устану, если буду делать тягу перед жимом. Нет, не устанешь. Есть исследования, которые показывают, что для большинства лифтеров тяга в той же плоскости перед жимом не только поддерживает здоровье плеч за счет выделения синавиальной жидкости в суставе перед жимом, потому что тянуть для суставов намного легче, чем сжать, а также позволит прибавлять в силе. В дни жима я всегда стараюсь делать традиционную тягу в наклоне со штангой. Можно использовать больший вес, а также легко совмещать с жимом. И для тех, кто говорит, что в обычном зале я не могу делать гигантский сет, тяга, жим, упражнения на пресс, отдых и снова. Да, ты можешь. Я делал так годами. Берешь скамью для жима и можешь сделать в два раза больше работы. Когда штанга на стойках, я снимаю ее, отхожу назад, делаю тягу и возвращаю ее обратно. Затем я ложусь и делаю жим. После я делаю упражнение на пресс на той же скамье. Здесь я делаю флаг дракона. Затем я отдыхаю 90 секунд, записываю в блокнот веса и делаю следующий сет. Делать так вы никого не будете злить, используя две штанги. Вы сделаете в два раза больше работы в то же время. И за счет этого вы станете сильнее. День стану, когда моя спина уже хорошо нагрузилась от базового упражнения. Я делаю вариации, которые немного легче. Получается некая изоляция. Вообще, я не люблю изолировать мышцы. Но иногда изолирую. В качестве подсобки я использую вариации, которые по сути своей намного легче. Тяга с упором в грудь. Также тяга с пола хороша после становой. Потому что ты начинаешь с той же позиции. В день приседа мне нравится делать тяги одной рукой. Я делаю тягу гантели одной рукой. Или тягу тайгрифа одной рукой. Это будет полегче выполнять. Затем в день джима над головой, как я сказал ранее, я подтягиваюсь с весом. Таким образом, я делаю вариации тяг каждый раз, когда я в зале. Это очень помогло мне в увлечении силовых. Я нарастил кучу мяса на спине. И у меня никогда не болят плечи, потому что я делаю тяги перед джимами. Другой плюс. В мире, когда мы все горбимся, играя на телефоне, сидя за компом, за рулем, ваша спина начинает округляться. Никто не хочет ходить с круглой спиной. Тяга тебе в помощь. Окей, сейчас покажу несколько фишек, которые позволят выполнять тягу в наклоне с максимальной эффективностью. Во-первых, если убирать, я бы всегда снимал штангу со стоек. Если же нет, то поднимай штангу с пола. Ты можешь лучше настроить дыхание, и будешь в более удобной позиции, если будешь снимать штангу со стоек. Второе, тебе нужно сдавливать гриф с максимальной силой. Твое тело работает синергетически, поэтому если ты не сдавливаешь гриф, ты теряешь в килограммах. Третье, я сначала отвожу таз назад, отвожу задницу назад, вместо того, чтобы просто наклоняться вперед со штангой. Это позволит грифу находиться на середине стопы. Это наиболее удобная и безопасная позиция, и вы сможете тянуть больше. Поэтому отводите задницу назад, и отвожу задницу назад, пока штанга не дойдет до уровня колен. После я тяну до пупка. Также важно, чтобы локти были в той же позиции, что и при жиме. Если ты жмешь вот так с расставленными локтями, то тебя ждет будущее с боли в плечах. Прижимайте локти примерно под 45 градусов. И точно так же в тяге в наклоне. Ширина хвата должна быть такой же, что и в жиме. И последний совет для более опытных. Если ты новичок, ты скорее всего не замечешь разницы. Но если ты тренируешься несколько лет, ты почувствуешь. Когда вы тянете штангу, я хочу, чтобы вы акцентировались на тяге безымянным пальцем. Во время того, как вы тянете локтями, если вы будете думать о том, чтобы тянуть безымянным пальцем, вы больше включите широчайшие. Я знаю, это звучит глупо, но это поможет вам почувствовать широчайшие как надо. Когда вы дотягиваете штангу и касаетесь пупка, вам нужно максимально сократить лопатки. Разные вещи работают для разных людей. Попробуйте все варианты тяг в наклоне и посмотрите, что лучше работает на вас. Не слушай меня, иди и попробуй. Посмотри, что работает на тебе. Если работает, продолжай. Если нет, то нет. Друзья, если вам интересны подобные и полезные видео, то обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал. На нем вы можете увидеть обучающие видео Эда Коина, Кайлера Вулума, Стефи Коин и еще многих других. Спасибо вам большое за лайки, комментарии и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok